На совместном заседании комитетов депутаты рассмотрели вопросы повестки дни очередного 36-го заседания Совета городского округа. По первому вопросу о ходе реализации программы «Доступное жилье жителям городского округа город Кумертау» информацию представил заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. Данная программа утвердена решением Совета от 16 января 2013 года. Реализация программы способствует обеспечению роста объемов ввода жилья, доступного для широких слоев населения. Улучшение жилищных условий граждан, являющихся нуждающимся в жилых помещениях, бюджетников, молодых семей, инвалидов, многодетных семей и других категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку. Увеличение количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Цена жилья непрерывно растет и на сегодняшний день стоимость квадратного метра жилья, по которому приобретает социальное жилье по программам, финансируемым из республиканского и федеральных бюджетов, утверждена предсказом ГОСТРОИ РБ за номером 216 от 4 августа 2014 года на уровне 31 тысячи рублей за квадратный метр. В прошлом году она составляла 25 тысяч, в 2012 году 23 тысячи 100 рублей. Депутаты информацию приняли к сведению и рекомендовали администрации городского округа продолжить работу по реализации программы. О работе культурно-досуговых учреждений по организации работы с семьей, созданию атмосферы семейного благополучия, информацию представила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Наталья Михайловна отметила, что 18 сентября в столице республики состоялся пятый форум «Вместе ради детей». Он проводился Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам форума наш город занимает достойное место. Это очень масштабное мероприятие, которое как раз и было направлено на демонстрацию лучшего опыта по семейному воспитанию, по организации семейного досуга и социального сопровождения семей. Наш город Кумертау, я напомню всем, участвует в конкурсе городов, который проводит этот фонд. И мы там занимаем лидирующие позиции в своей группе. И также на дискуссионной площадке вчера был представлен наш муниципальный проект, который реализует школу номер 12, школьный уполномоченный по правам человека. Выступили ребята замечательно. Я хочу сказать, что весь комплекс мероприятий с семьей, там были представлены различные регионы. 61 регион был участником этого форума. Конечно же, во всех этих мероприятиях роль учреждений культуры и самой системы культуры, конечно, она не последняя. Она, наоборот, системная. Следующая важная тема – это обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. О некоторых изменениях в федеральном законе по предоставлению жилья данной категории лиц говорила в своем выступлении заведующая сектором по опеке и попечительству администрации Анна Кабанова. В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2013 года действует новый порядок предоставления жилья. Расширен круг лиц, имеющих прав на обеспечение жилыми помещениями. И установлен в средств следующий перечень обстоятельств, при наличии которых проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях может признаваться невозможным. Это первое – в квартире на законном основании живут лица, лишенные родительских прав в отношении этого ребенка, а также лица, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно проживание совместно в одном помещении. Второе – непригодность жилья для постоянного проживания или его несоответствие требованиям законодательства. Третье – это общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно проживающее в нем лицо менее учетной нормы. То есть раньше жилые помещения предоставлялись только тем, у кого совсем отсутствовало жилье, теперь круг лиц значительно расширен. Анна Валерьевна отметила, что решение жилищных проблем сирот осуществляется путем приобретения и строительства долевого участия в строительстве жилых помещений. Финансирование расходов ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов. В текущем году планируется обеспечить благоустроенным жильем более 40 человек из числа детей-сирот. Всего на заседании совета депутатами были рассмотрены 6 вопросов. В том числе о работе единой дежурной диспетчерской службы внесены изменения и дополнения в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Также депутаты проголосовали за отмену решения совета от 25 октября 2006 года о предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность. В завершение работы заседания к присутствующим обратился председатель совета ветеранов Закир Акберов. Закир Анасырович напомнил о том, что приближается День пожилых людей и призвал руководителей предприятий и организаций не оставлять пенсионеров без внимания.